82 года назад началось решительное контрнаступление советских войск в битве за Москву. Красная армия отбросила противника на сотню километров от столицы и освободила более 11 тысяч населенных пунктов. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой положил начало коренному перелому Великой Отечественной войне. Продолжат мои коллеги. Основные события Великой Отечественной. На уроках истории им уделяют особое внимание. 16-й гимназией, которая является флагманской в городском округе Люберцы, провели исторический час, посвященный московской битве. 5 декабря 1941 года. С чем это связано, кто знает? 5 декабря 1941 года. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. Ну смотрите, сама битва началась 30 сентября 1941 года. Сложный был этап, сложный период. Немцы рвались к Москве, они хотели ее захватить. Школьникам предложили поразмышлять, почему захватчики, которые в 1941 году вплотную подошли к Москве, так и не смогли ее взять. Великое Отечественное стало признанием героизма многих людей, насмерть стоявших на защите Родины. У вас здесь задание, хронологические рамки битвы за Москву и назвать вообще операцию, как она называлась, эта операция. Проанализировать соотношение сил в ходе битвы. У вас есть данные и со стороны Германии, и со стороны Советского Союза. А также проанализировать ход военной операции, сделать вывод. Ребята работали с историческими картами, опираясь на знания, полученные на уроках истории. На таких занятиях школьники закрепляют изученный материал и расширяют свой кругозор. Я узнал, что со стороны СССР воевали миллион человек под Москвой, а со стороны Вермахта миллион восемьсот два раза был перезахоронен неизвестный солдат. 3 декабря 1966 года его второе захоронение, его захоронили возле Кремля, там ему поставили вечный огонь и памятник. Занятия такие нам очень важны, чтобы узнать прошлое и не совершать ошибки в дальнейшем. Говорили о подвигах подольских курсантов и 28 героев-панфиловцев. О Викторе Тололихине. Он одним из первых военных лётчиков произвёл таран в ночном воздушном бою над Москвой. И, конечно, о Зое Космодемьянской, 18-летней девушке, которая смело противостояла фашистам. Одна из важнейших задач учителя истории – это сохранение исторической памяти. Мы с вами живём в Подмосковье, и это та территория, на которой, в общем-то, и шли ожесточённые бои. Может быть, не конкретно здесь, но северо-запад, северная часть нашей области – это как раз вот те боевые столкновения, о которых мы и говорим. Ну а Москва, вот она, она же рядом, это же сердце нашей Родины. Очередной исторический час 16-й гимназии будет посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его проведут 27 января. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.